Привет, мои хорошие! Рада видеть вас у себя в гостях. Сегодня новый день, начинаем новый влог. Шоу фик его знает, какой день самоизоляции. Девочки, я уже действительно просто схожу с ума. Мне кажется, в следующий раз, когда вы включите видео, увидите какую-нибудь возлохмаченную сумасшедшую женщину, которая сошла с ума в четырех стенах. Ладно, давайте не будем о грустном. Сегодня я проснулась очень рано, два дня уже у меня Софишка просыпается в 6 часов утра. И абсолютно нет никакого дела, что ложусь я в три, потому что до трех монтирую. Поэтому сегодня я стала похожая на зомби, но все-таки смогла взять себя в руки, потому что три дня уже ничего не снимала. Подумала, что сегодня, мне кажется, уже пора взять себя в конце концов в руки, и хватит киснуть, сидеть, взбодриться и начать чем-то заниматься. Никаких глобальных планов на сегодняшний день я не строила, но у меня сегодня будет кое-что интересненькое. Я сегодня хочу первый раз в жизни, девочки, попробовать испечь домашний хлеб. Я уже говорила, у меня есть цельнозерновая мука, поэтому подберу сегодня какой-нибудь более-менее, как мне покажется, хороший рецептик, и приготовим с вами, испекем с вами, испечем. Испечем сегодня с вами, надеюсь, какой-нибудь очень вкусный и красивый хлебушек. Пользоваться буду мультиваркой, потому что у меня нет никакой подходящей формы для духовки. Ну и сегодня мне бы, конечно, не мешало было бы неплохо, если бы я сегодня сделала легкую уборочку в ванной, потому что что-то там уже все в таком запустении. И три дня, девочки, я не занималась уборкой, вообще ничего не делала. Ну, я считаю, что нужно иногда себе позволять. Сегодня постараюсь быть максимально краткой, раз просили короткие видео. Я прям стараюсь изо всех сил быть как можно короче в своих высказываниях, как можно быстрее вам все выложить, все, что мне нужно сегодня сказать. И, конечно же, постараюсь максимально активно все показывать. Прежде чем мы с вами займемся какими-то уютными домашними хлопотами, покажу вам свой заказ с Василька, Илюша вчера его забрал. Я, честно сказать, даже побоялась сначала все это трогать и распечатывать, поэтому прям в багажнике все распаковала, переложила в свой пакет. Упаковки от одежды я все протерла спиртом. Одежду мерить не будем, девочки, потому что, ну, как-то боязно, знаете. Поэтому я вам, конечно, все покажу сейчас, но мерить ничего не будем, все нужно сначала постирать и хорошо отутюжить. Я думаю, что вы меня поймете. Для себя я в этот раз ничего не заказывала, потому что зашла на сайт. И, ну, по крайней мере, из тех новиночек, которые были, мне ничего не приглянулось. Есть у них, конечно, несколько моделек, которые мне очень нравятся. Но, к сожалению, нет моего размера, поэтому вот как-то так. Посмотрим, может быть, будет что-то в следующий раз. Первое, что я заказала, это вот такую вот толстовку для Илюши. Вообще здорово. Последний раз я заказывала с другого интернет-магазина, и вот на Васильке тоже появились толстовки. По качеству толстовка очень даже неплохая. Напоминает трикотажные костюмы. Вот из такого серого трикотажа бывают костюмчики. Качество такое же. Она не очень плотная, она не толстая, не супер теплая. Даже сейчас на нее все равно нужно одевать куртку, одевать ветровку. То есть она по толшине такая, как не очень теплый свитшотик. Моделька, можно сказать, классическая для всех толстовок. Есть капюшон, капюшон с подкладом. Сама толстовка без подклада. Снизу вот такая вот манжета, наверное, да, правильно будет назвать. На рукавах тоже манжеты. Есть завязочки. Мне недавно сделали поправку, что блогеры все безграмотные. Замок висит только на двери, а шнурки только в обуви. Поэтому назовем это завязками. Это 56 размеров, в общем-то, как бы очень неплохая даже. И спереди на пузике есть еще кармашки. Следующая вещичка тоже для Илюши. Если ту толстовку выбирала я, эту он выбрал сам. Такая вот в черном цвете. И мне кажется, что эта толстовка немного тоньше. Та еще как бы серенькая, еще как бы поплотнее. Такие вот тоже здесь завязки, тоже капюшон. И есть на рукаве вот такой вот рисунок. Рисунок, правда, ему не очень понравился, но в черном цвете толстовок больше никаких не было. Хотя, я думаю, под курточкой как бы, в общем-то, и без разницы. Хотя, мне кажется, что волк прикольный. Очень качественно нанесенные изображения. Не знаю, мне эта толстовка тоже понравилась. Это тоже 56 размер. А, да, тоже 56 размер. И в этой толстовке тоже есть один такой большой спереди карман сквозной. А по качеству, в принципе, то же самое. Тоже манжета на рукавах. Точно такая же манжета снизу. В общем, хорошая толстовка. Мне понравилась. Цены, девочки, в этот раз никакие обозначать не буду. Потому что в прошлый раз получился у нас какой-то казус с халатом. Я назвала цену в 700 рублей, потому что я брала его за 700 рублей. Но на тот момент, когда вышло видео, халат стоил уже дороже. И очень многие были в недоумении. Поэтому я цены называть не буду. Я оставлю вам ссылочки на все позиции под видео. А вы зайдете сами и посмотрите. Следующее, что я заказала, это вот такая вот мужская футболка. И футболка просто наикрутейшего качества. Я заказала для Илюши две футболки. Одну вот такую вот и одну вот такую вот. Вот эту девочке футболку честно не рекомендую, потому что у нее качество одежды для дома. Такой достаточно тонкий трикотаж. Очень-очень простые швы. И, ну, она смотрится как футболка для дома. Вот это такой приличный вариант, который можно вообще легко, свободно носить на работу. Здесь трикотаж совсем другой. Хорошо тянущийся, плотный. Здесь очень хорошо прошита горловина с подгибкой. И очень также хорошо подшиты рукава тоже с подгибочкой. Вот эту футболку прямо однозначно рекомендую. Это качество отлично. Я надеюсь, я сегодня не очень быстро разговариваю, потому что кто-то говорит, что у меня очень длинные видео смотреть, не пересмотреть. А кто-то, наоборот, говорит, что я очень быстро говорю и ничего не понимаю. И тяжело слушать. Я все-таки дала предпочтение укорачивать видео. Пусть я буду говорить быстрее. Значит, следующее, что я заказала, это вот такие вот, набор таких вот мужских носочков. Илюша ни разу не заказывала носки с Василька, потому что он у меня предпочитает брать одни и те же носки, примерно, примерно, примерно одинаковые. Всегда как-то с недоверием относилась к носкам с Василька, но я уже заказывала Сеньке. Не один раз я уже заказывала себе, и я очень осталась качеством. Поэтому прямо уговаривала его, говорю, давай купим новые носки, попробуешь на Васильке. Как по мне, качество мужских носков тоже отменное. Они достаточно тоненькие, при этом плотные и очень-очень мягкие. Тянутся хорошо. Вот такой вот небольшой, незначительный рисунок. Я думаю, что это не критично. Здесь целых 6 штук. По-моему, классно. Ну и раз уж тут начала с носками, заказала себе еще один набор. Я в себе заказывала уже два раза носочки. Один раз были совсем-совсем дешевенькие, по 18 рублей. Но они оказались очень-очень тонкие. В следующий раз я заказывала уже хорошие. Мне очень они понравились. Я уже их стирала, носила не по одному разу. Резинка не вытягивается. В общем, отличные носки. В этот раз взяла другого производителя. Мужские и вот эти мои женские. От одной фирмы. Качество девочки отменное. Прям хорошие носочки такие. Здесь по краешку есть такая люрексовая полоска сделана. И они вот такие вот рифленые. Не знаю, играет ли это какую-то роль. Ну, в общем, я не знаю, как у кого, у меня коротких носков много не бывает. Короткие носки я очень люблю, потому что они универсальны под любую обувь. И посмотрите, какой красивый голубой цвет. В общем, мне нравится. Получается две пары серых. Одна пара черная. Одна вот такая кремовый или молочный цвет. И один нежно-нежно такой небесный голубой. Носочки классные. Идут с 36 по 41 размер. Ну, и, конечно же, здесь подобран хороший состав. Это не 100% хлопок, который растянется, и вы потом выбросите эти носки. Здесь 70% бамбук, 15% хлопок и 15% эластан. А на мужских носках 80% хлопок, 15% спандекс и 5% полиамид. Ну, и заказала еще одну упаковку носков для Арсения, потому что парнишка. И, во-первых, и нога растет. Во-вторых, носки на нем горят просто каким-то пламенем, я не знаю. Заказала ему снова такой же фирмы, как и в прошлый раз. Вот это Морах. Я, надеюсь, правильно читаю. Они очень качественные. Они очень классные. Они мягкие, теплые, не вытягиваются. По нашему шершавому полу не стираются. На них не появились до сих пор катышки. Поэтому я снова взяла точно такую же фирму. Здесь 5 па. Если я не ошибаюсь, на сайте это идут как носочки для девочки. Но для мальчишек не было никаких вариантов. В таких более классических цветах. Там все было с рисунками. Значит, это идет размер с 30 по 35. И здесь состав 80% хлопок, 15% полиамид, 5% эластан. Вот эти носочки девочки прям рекомендуют всей души. Я осталась ими очень довольна. В принципе, носки вот этой фирмы. Следующее, что я заказала. Немножечко начинаем готовиться к лету. У нас уже достаточно теплые денечки. Не сегодня, а завтра. Я думаю, что мы снимем куртки. А там уже и совсем до лета недалеко. Поэтому заказала Сеньке бегать здесь, может быть, во дворе с ребятами. Вот такой вот классный костюм. Идет футболка. Идут вот такие вот шортики. Ну, шорты такие, знаете, по качеству, как в детский сад берут деткам. Что-то вроде пижамных. Достаточно тонкие. Но они легкие. На лето будет в самый раз. Мне-то понравилась футболка. Посмотрите, какая классная. С летучими мышами. Футболка, ну, прям стопроцентный хлопок наверняка. А шортики с примесью какой-то синтетики однозначно. Футболка классная. И заказала ему новую пижаму. Он опять у меня вырос из всех пижам. Пользуется сейчас только одной, которая тоже с Василька. Я вам показывала ее в одном из недавних обзоров. Хорошая, качественная пижама. Она не села после стирки. Я решила заказать еще одну. Ну, просто в прошлый раз, когда я заказывала, обносение на размер. У него размер достаточно большой уже. Выбрать просто уже было не из чего. Я тогда взяла только одну пижаму. В этот раз я зашла. Появилось полным-полно пижам его размера. Поэтому я заказала новенькую пижаму. Девочки, очень классная. Посмотрите, какая теплая. Она внутри на флисе. Очень приятная. Прям такая плотная, хорошая пижама. Рукава на этой пижаме просто подшиты, без манжетов. Ну и, конечно же, есть штанишки. Мы не очень любим пижаму с шортами. По крайней мере, у нас таких ни разу не было. Я как-то всегда беру со штанами. Штанишки тоже очень теплые. Тоже с флисом внутри. Потому что сейчас мы уже вот-вот будем отключать отопление. И, возможно, ночью может быть попрохладнее. Но с отоплением, знаете, тоже уже становится душно. Мало кислорода. Поэтому теплая пижамка будет как нельзя кстати. Вот такие вот штанишки. И мне, конечно же, понравился очень принт. Посмотрите, какие облачка. И мой любимый серый трикотажный цвет. Я его обожаю. Он универсальный. Ну и напоследок я оставила, как мне кажется, самые интересные вещички. Вот прямо честно сказать, была удивлена. Если вы заметили, я Сеньке с Василька ни разу не заказывала никакие штаны. Ну потому что трико у нас как бы пока есть. А ничего такого приличного на выход в Васильке для детей. По крайней мере, в его размере не было. О чудо! Появились наконец-то классные штанишки. Посмотрите, это хлопок. Они выполнены под джинсу. Но они настолько тонкие, легкие. Мне кажется, летом будет просто кайфово ему в них ходить. Смотрится девочке очень прилично. И качество, по-моему, просто сногсшибательное. Вообще, вот я уже заметила, что именно детская одежда на Васильке просто всегда идеального. Какого-то безукоризненного качества. У них очень хорошие детские вещи. Это серия Абонита. В общем, вот такие вот штанишки. А носить мы, девочки, их будем. Сейчас покажу чем. Я вам сейчас покажу, что появилось на Васильке. Вы обалдеете. Я, например, была удивлена. Посмотрите, какая прелесть. Это такая просто офигенная ветровка в виде парки или джинсовки. Ткань примерно такая же, как и на штанах. Это, ну, однозначно прям хлопок такой хороший. И выглядит тоже под такую тонкую джинсу. Мне очень понравилась и моделька, и цвет, и качество. Ну, вообще, у меня нет слов. Тем более, что стоила она не таких больших денег. Вот, девочки, я скажу вам сейчас, сколько стоило. А потом, пожалуйста, не ругайтесь, если вдруг цена будет другая. Куртка-парка для мальчиков. 784 рубля. По-моему, просто шикарная. С капюшоном. Снизу вот такие завязочки. На поясе завязочки. И была настолько счастлива, когда увидела, что, да, есть наш размер. Потому что, ну, на Васильке много классных детских вещей. Но далеко не все есть в нашем размере, к сожалению. И мне кажется, что вот эти штанишки с этой паркой будут просто идеально сочетаться. Ну, вообще, Сенька будет просто красавчик. Ну, и последнее, что я девочки взяла, это, конечно же, обновка для Сонечки. И вообще на Васильке уже, по-моему, достаточно давно появилась детская одежда. Именно для младенцев, для грудничков. И, ну, там такое, знаете, все простое. Пеленки, распашонки, ползуночки. Как бы нам это все не нужно. Но когда я увидела у них серию вот таких вот мимимишных классных костюмчиков, я просто не устояла. Была лисичка, были еще, по-моему, пандочка, еще что-то. Я выбрала лисичку, потому что серенький у нас такой костюмчик уже есть. У нас еще оттенки он остался, зайчик. А вот лисичка, по-моему, это вообще для девочки просто прелесть. Посмотрите, какая красота. Я единственное, что вот распечатала, посмотрела и подумала, а не быстро ли он нам станет мало. Может быть, надо было заказать побольше немного на вырос, да, чтобы подольше поносить. Ну, в общем, ладно, посмотрим. Мы очень, честно сказать, любим такие костюмчики. У нас таких костюмчиков, если, в общем, взять, наверное, уже штуки три есть. Но они все разного размера, естественно, и разного цвета. Все-таки девочка должна модничать. Поэтому я просто не смогла пройти мимо такой красоты. Сейчас уже погода такая, что в баллоневом комбинезончике достаточно жарко. А вот это будет просто, ну, прелесть. В самый раз. Посмотрите, какой капюшончик, девочки. Я вообще вот от этого обалдею. Мне кажется, я как раз подошла к тому моменту, когда мне хочется... Вне зависимости от того, есть у нее одежда или нет, покупать все-все-все-все-все. Потому что все такое девчачье, милое и красивое. Когда рос Сеня, у меня такого не было. Ну, потому что мальчик не столько уж много красивой одежды для мальчиков есть. А для девочек, ну, прямо глаза разбегаются. Хочется все. Хочется все, все самое красивое и самое нарядное и классное одеть на свою принцесску. Такой костюмчик стоил 924 рубля. Я взяла в Ростовке 68 сантиметров. Но я надеюсь, что он нам подойдет, что мы его хотя бы сезон один относим. Хотя, может быть, даже и на два хватит. Посмотрим. От него я просто в восторге. В общем, вот такой вот заказ. Постаралась рассказать вам сегодня все максимально быстро и кратко. Я осталась заказом в этот раз прям беспрекословно довольна абсолютно каждой позицией. Я на все позиции оставлю ссылочки в описании к этому видео. Проходите, смотрите, потому что намного цены не обозначила. Но мы с вами давайте начнем уже заниматься какими-то домашними делами. Сколько можно сидеть уже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все, порядочек навела. В душевой кабине, значит, помыла стенки. Слушайте, попробовала сейчас помыть средством для мытья стекол. Вроде даже неплохо. Мне кажется, и налет нормально снимается. И запаха нет такого, да, как от сильных средств для ванной. Не знаю, мне понравилось. И с распылителя удобно. Наверное, так и буду дальше делать. Средством для окон мыть. На хромированной поверхности нанесла средство от налета. И то, и то фаберликовские. В общем, здесь все чистенько. Тут тоже все помыла. Пыль вытерла. Унитаз помыла. Девочки, показывать не стала. Честно сказать, не очень люблю мыть унитаз на камеру. Как-то мне кажется, это фу-фу-фу. Поэтому унитаз помыла. Унитаз тоже чистый. Здесь все, значит, протерла. Щетки зубные замочила в растворе с содой. Смеситель тоже побрызгала средством от налета. Единственное, что хотела вам показать. Мы когда выбирали смеситель на кухню, мы сначала выбрали один, но продавец нам порекомендовал другой. Говорит, хороший, латунный. По-моему, польский. Говорит, ну, стоит переплатить, что на него гарантия должна быть. Я вот единственное, что, наверное, потеряла коробку из-под него. А может быть и нет. Посмотрите, он у нас весь начал облупляться. Из-за чего это такое? Посмотрите, вот такая вот с ним ерунда, короче, произошла. Не знаю, будет ли это подлежать гарантии. Ну, и, в общем, ехать везти смеситель. Мы покупали его в Новороссийске. Ехать везти в Новороссийск смеситель тоже как бы. Походу, придется менять. Почтать что-то другое. Видите, он с обоих сторон такой стал. Так что все здесь у меня чистенько. Постиралась у меня, кстати, пока я мыла здесь белье. Так что надо сейчас будет все белье развесить. И сейчас сменю здесь полотенце. Открыли окно проветрить. Чтобы все было свежо, хорошо. Так что план уборки я на сегодня выполнила. И нам останется приготовить ужин и испечь хлебушек. Ну что ж, приступая готовить обещанный хлеб, нам понадобится 500 грамм цельнозерновой муки, 300 миллилитров воды, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, пол пакета дрожжей. Смотрите просто аннотацию на ваших дрожжах, что там будет написано, на какое количество муки они рассчитаны. Ну и здесь у меня смесь разных семечек. Семена льна, семена конопли и кунжут. Вот это мы будем добавлять в хлеб. Итак, сначала просеиваем муку. Так, муку просеяли. Теперь добавляем сюда сахар, соль. Высыпаем пол пакетика, ну в моем случае пол пакета дрожжей. Ну здесь примерно где-то чайная ложка получается. Теперь это все перемешиваем. Водичка нам нужна теплая для того, чтобы дрожжи активировались. Все, вливаем водичку и тихонько вмешиваем. Вот такой вот получился комочек теста. Тесто, как видите, совсем не липнет к рукам. Все, оставляем его на час в теплом месте. Так, можно на пергаментной бумаге выпекать, но я на коврике. У меня, правда, страшненький уже. Сейчас его еще раз накроем пленочкой и оставим еще на 30 минут постоять. Итак, прошло 30 минут. Булочка наша немного разошлась. Видите, стало побольше. Разрезики открылись. Ну все, будем ставить ее в духовку. Духовку я разогрела до 180 градусов. По идее, должен простоять где-то 30-40 минут, в зависимости от духовки. В общем, будем смотреть. И выпекать я буду с функцией конвекции, для того, чтобы хлебушек равномерно со всех сторон пропекся. Вот такой вот у нас получился красавчик. Слышали, с такой хорошенькой корочкой, с хрустящей. Не очень он у меня увеличился в размере. Практически не увеличился. Не знаю, от чего это зависит. Может быть, замесило плохо тесто. Ну, в принципе, вполне себе. Мне нравится, не нравится. И как он выглядит. И мне, в принципе, нравится, что он у меня получился. Девочки, я очень долго искала рецепт. Очень много, достаточно много, да, рецептов на ютубе из цельнозерновой муки. Но я перебирала практически целый день. Я пересмотрела, наверное, все. И, как мне кажется, я выбрала самый удачный. Он один из самых простых, где требуется минимум усилий и минимум ингредиентов. Попробуем обязательно. Сейчас немножечко остынет, постоит минуточек 5-10. И попробуем. Ну, в общем, я не дождалась, пока он остынет. Достаточно плотный. А может быть, это из-за того, что он только из цельнозерновой муки. Мне кажется, что более пышный хлеб получается из смеси. Цельнозерновая плюс мука высшего сорта. Хотя могу ошибаться. Ну, ладно, это мой первый опыт. Мне кажется, и для первого раза тоже неплохо. Так как все оказалось достаточно легко, просто и быстро, я думаю, что это не последний раз, когда я пеку хлеб. Может быть, я вообще начну его печь на регулярной основе. Не знаю. Не буду заранее говорить, но, в принципе, я бы, ну, так в охоточку иногда пекла. Так что тихонечко отточу мастерство и думаю, что будет получаться с каждым разом все лучше и лучше. Пока вот такой вот рецепт. Хлебушек попробовала. Такой неплохой, учитывая, что он только из цельнозерновой муки. В принципе, я думаю, что такой он и должен быть. У него нет какого-то ярко выраженного вкуса, но мне кажется, что, в принципе, туда можно замешать все, что хочется. И чесночный порошок, и прованские травы. В общем, любые специи, чтобы придать ему какой-то вкус. Итак, девочки, готовим ужин. Сегодня у нас будет очень-очень вкусное блюдо с картошечкой, с грибочками, с курочкой. В общем, сейчас все увидите. Смотрите, давайте покажу вам все, что нам понадобится. Я взяла картофель. У меня здесь 700 грамм. Хотя, в принципе, тут можете варьировать от того, сколько вам нужно картофеля. 300 грамм грибов. Можно взять меньше, если 300 грамм, к примеру, нет. У меня шампиньоны были замороженные, нарезанные уже. Я их промыла просто. Одна луковица достаточно большая. Одна помидорка. Куриная грудка. Куриные грудки можно взять, если вам, к примеру, одной мало, можете взять две. У меня большая, почти на 400 грамм. 100 грамм сыра, одно куриное яйцо, 2 ложки майонеза. Тоже можно заменить, я думаю, что вполне на сметану, но я буду готовить с майонезом. Соль, перец и приправа для курицы. Первым делом я нарежу курочку такими тоненькими пластинками. Так, я сейчас смотрю, понимаю, что у меня половины грудки мало, поэтому будем брать вторую половинку. Кусочки курицы отбила, теперь посыпаю солью, перцем и специями. Теперь все это можно вот так вот перемешать, чтобы у нас на каждом кусочке были специи. Теперь подготовим все овощи, нарезаем лук, картофель и помидор. Теперь закладываем все в форму. Смотрите, можно смазать ее просто растительным маслом. Я положу небольших парочку кусочков сливочного. Ну, вот так вот. Теперь на дно выкладываем лук. Делаем такую подушечку из лука. Сверху выкладываем картофель. Картофель выложили, теперь посыпаю солью и выкладываю сверху курицу. Теперь сверху выкладываем грибочки. Если у вас свеженькие, вы их только что сами нарезаны, они у вас красивые, их можно ровненько в один слой выложить. У меня вот такое месиво. Если свежие шампиньоны использовать, их и понадобится меньше. Они такие пообъемнее будут. И чтобы закрыть в один слой поверхность, там, ну, грамм 150 потребуется. Сверху снова присаливаем. Теперь накрываем фольгой. Все. И убираю в духовку на 25 минут. Я духовку ставлю на максимальную мощность, у меня 240 градусов. Пока форма стоит в духовке, подготовим заливку, которой будем заливать блюдо. Берем сыр. Добавляем сюда помидорку. Майонез. И разбиваем сюда одно яйцо. Теперь немного перца. И перемешиваем. В общем, смотрите, по рецепту вообще на 25 минут нужно было убирать в духовку. Но, видимо, духовки у всех разные. Может быть, с моей духовкой что-то не так. В общем, я держала целый час. Потому что я достала через 40 минут. Мясо было сырое, картошка твердая. Поэтому я прям час смело продержала. По крайней мере, хуже не будет точно. Сейчас проверю. Картошка готова. Угу. Все. Теперь все готово. Теперь я взяла нашу вот эту вот заливочку, которую мы приготовили. И выкладываю ее сверху. Буставата. Что-то она у меня, правда, получилась. Сейчас мы ее размажем. Все. Теперь убираю снова в духовку. Уже без фольги на 5 минут. Ну, посмотрю по готовности. Может быть, на 10. В общем, как сверху появится корочка, в принципе, можно будет доставать. Ну, все. 5 минут, в принципе, было достаточно, чтобы все подзолотилось. Ужин наш готов. Получается что-то вроде запеканки, как вы поняли. Поэтому буду как-то осторожненько все это вынимать и на тарелочку выкладывать. В общем, в тарелке это выглядит примерно так. Не получается у меня аккуратно доставать. Посмотрите, сколько воды. Это, скорее всего, из-за того, что у меня были шампиньоны замороженные. Я попробовала это. Ну, как по мне, это очень вкусно. Здесь как бы продукты все доступны, поэтому попробуйте приготовить. Я думаю, что многим из вас тоже очень понравится. На этом, девочки, уже буду с вами прощаться. Спасибо вам большое, что зашли сегодня к нам в гости. Ну и увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.